Ну, знаете, значит, я думаю, что и первая, и третья позиция, так сказать, нереальна. И особенно третья, что, так сказать, все станут нравственные, мужчины и женщины, и вообще забудут об этом, и будут только строить светлое будущее, и никогда не будут там жены изменять мужьям, мужья женам. Ничего этого не будет. Человечество устроено примерно одинаково последние там пять тысяч лет, и поэтому и не зря говорят, что это древнейшая профессия и все. Во многих странах это решили именно вот так, то, что предложили второй вариант. То есть легализация этой профессии, профсоюз, так сказать, имеющийся, крепко держащийся, все, определенные правила, определенные, так сказать, это можно, а это нельзя, и стоит это столько-то, и все. Например, в Германии, насколько я знаю, этот вопрос давным-давно решен, и ничего не случилось, и немцы как-то вполне живут себе, да. Если какой-то молодой человек хочет пойти заняться платной любовью, то, пожалуйста, это все абсолютно легально, ему и чек дадут, и медосмотр сделают, и так далее. Так что все нормально. В Америке к этому относятся по-другому. В Америке нету легальной проституции, хотя в штате Невада, единственном штате Америки из 50, есть публичные дома, но расположены они страшно далеко, страшно неудобно. Я лично там не был, и никто из моих знакомых не был, но я читал описание, что там надо ехать по пустыне примерно 300 километров, и когда ты туда приезжаешь, то цена выясняется за час 500 долларов, скажем, плюс еще какие-то налоги и так далее. То есть это, в общем, не очень-то дешево, и мало кто этим пользуется. Но скрыто, конечно, это существует всюду, и в Америке, и в Европе, и в Австралии, и в Японии. Это всегда есть и будет. Я считаю, что у России давно пора это дело государству взять в свои руки, получать налоги, и, так сказать, что все чувствовали себя спокойно. Ничего страшного в этом нет. В конце концов, на нравственность общества это никак не влияет.